что делать если ты хочешь себе фендер стратокастер и чтобы он был и красивый и универсальный но почки у тебя всего две и одна из них уже выплачивает за ипотеку почему бы не купить фендер стратокастер за 35 тысяч рублей ну ладно фендер сквайр ok фендер сквайр affinity но какая разница как называется гитара если она умеет звучать вот так гитара ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, если вам понравился этот кавер, буду благодарен за лайк и комментарий, хоть какое-то утешение, снятое монетизацией. Это новая серия Square Affinity 2021 года. Корпус классический стратовский, сделан из тополя, гриф из клёна с кленовой накладкой, с большой классической головой в стиле 70-х, хамбакер, два сингла и тремоло на двух опорах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу хочу сказать, что эта гитара не идеальная. Есть как свои плюсы, так и минусы. Но всё-таки надо отталкиваться от цены и от того, что это Fender, ну, хоть и Squire. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, внешний вид. Красивейший Honey Sunburst на кленовом топе. Ну, скорее всего, это всё-таки кленовый шпон, но выглядит, согласитесь, здорово. А кленовая накладка, большая фендеровская голова в стиле 70-х, то есть гитара выглядит очень ярко и будет привлекать внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот Affinity хороший вариант в качестве первой электрогитары. Либо второй, если, например, у вас есть какой-нибудь тяжёлый лист пол, потому что гитара очень лёгкая. Корпус из тополя, он лёгкий сам по себе, плюс толщина корпуса меньше, чем у классического стратокастера. Тонкий и очень удобный кленовый гриф с современным профилем C. То есть всё это настраивает на лёгкое обучение и вообще получение удовольствия от игры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На гитаре установлены три звукоснимателя, хамбакер и два сингла. И, наверное, это самый универсальный вариант. То есть в бридже мы можем наваливать любое количество гейна, играть в любом стиле, и это будет плотный, нефонящий звук. При этом на двух синглах в неке и в средней позиции, то есть это пятая, четвёртая и третья позиции переключателя, мы получаем классический стратовский звук. То есть и на чистом, и на лёгком подгрузе получается клёвое стекло. Машинка установлена двухопорной типа Вилкинсон с литыми сёдлами и работает хорошо. То есть эта тремоло, в отличие от шестиопорного, мягче ходит и лучше держит строй при работе рычагом. Также хотелось бы отметить качество сборки инструмента. Гитара сделана в Китае. Ну, само собой, где ещё может быть сделан Fender за 35 тысяч рублей. Но сделана гитара очень хорошо. То есть в плане сборки никаких особых щелей, никаких особых косяков по покраске я не заметил. Сниму футажи, всё покажу. Но реально по сборке придраться здесь сложно к чему-то. Но вот именно в плане подгонки. Но косяки всё-таки тут присутствуют. Я об этом расскажу. Нужно понимать, что всё-таки это бюджетная гитара. Для Запада это вообще начальный уровень. Они так и пишут на сайте Fender, что, мол, это инструмент, отличный старт для того, чтобы влиться в семью Fender, чтобы было с чего начинать. И косяки здесь есть. Например, колки. На сайте Fender опять же пишут, что здесь какие-то новые колки, там, закрытые, литые, там, с какой-то непонятной резьбой, чем-то не... Короче, почитайте. По факту, когда крутишь колок, ощущается время от времени, как он хрустит. То есть он крутится неравномерно. Нет, он держит, строит. То есть колок сам по себе не раскручивается, конечно. Но, тем не менее, крутить колки и настраивать гитару не самое приятное здесь занятие. Тем более, с завода здесь, как обычно, накрутили по 5-6 витков. С машинкой всё это дело постоянно расстраивается. Поэтому, говорил, ещё раз повторю, покупаете вот такой бюджетный инструмент, сразу меняете струны и, если хотите работать с tremolo и не хотите 2 часа настраивать гитару после установки струн, то делайте 1,5-2 витка максимум. С tremolo больше нельзя делать, иначе у вас всё время здесь будет всё пружинить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вторая проблема с грифом. Точнее, не с грифом. Гриф шикарный, ровный, удобный. Но лады. Ну, бич в современных китайских и многих индонезийских инструментах. На торцах они не торчат, конечно, но чувствуется, что лады здесь есть. Но ощутимо, прям вот ощутимо. И здесь, вот выше 12 лада, на нескольких ладах, вот прям такое уже позвякивание слышно. То есть хорошо бы эти лады всё-таки шлифануть или хотя бы отполировать. Потому что на бендах тоже хотелось бы помягче, чтобы бендики игрались, а они вот, ну, слышно, да, вот с таким вот каким-то усилием. Конечно, если вы просто будете много играть на гитаре, они со временем сами по себе отполируются. Но хотелось бы, чтобы всё это делали на заводе, а не после того, как ты уже купил эту гитару. Но как минимум отшлифовать, отполировать лады здесь стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но про все эти косяки с колками и с ладами забываешь в тот момент, как только подключаешь гитару к аппарату. Потому что гитара реально клёво звучит. И на бридже можно играть в любом тяжёлом стиле, там от хард-рока до каких-то тяжёлых экстремальных направлений. Датчик громкий, он на керамике, 10 кОм. Конечно, не хайгейн, но всё-таки можно настроить тяжёлое звучание. И на синглах. Синглы тоже, к сожалению, на керамике, не на алниковом магните. Но они яркие и в нековом положении, то есть в пятой позиции. И на четвёртой позиции, когда два датчика в противофазе, получается реально клёвое стратовское стекло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге мы имеем яркий, очень красивый инструмент с универсальным звуком, где мы можем поиграть и что-то тяжёлое в бридже, и что-то классическое на синглах. И всё это звучит реально хорошо. Да, не без косяков, колки, хлам, лады надо приводить в порядок, чтобы не испытывать никакого дискомфорта при игре. Но, повторюсь, друзья, за эти деньги вы имеете хорошо звучащий Fender Stratocaster. Ну, пусть и с такой вот приписочкой Squire. Но вот там вот маленьким шрифтом где-то написано By Fender. Не забывайте, друзья, что теперь всю продукцию Fender можно купить со скидкой 5%, по моему промокоду. Это и гитара Fender, Squire, комбики, любые аксессуары под брендом Fender. Скидка 5% идёт на всё. А все подробности будут в описании. Друзья, огромное спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. И огромная благодарность всем моим спонсорам на YouTube, бустерам и патронам. А с вами был, как всегда, Кирилл. Всем удачи, пока! Огромная благодарность всем моим патронам с пустером и... С пустером. С пустером. Эх, которые спускают.